Такой, что в следующем году, в 2018 год, в России пройдется мировой чемпионат футбола. Выбраны 11 городов, в которых команды будут играть. Конечно, это для всех граждан, но для нас, архитекторов, это очень важная тема, потому что мы в основе всех мероприятий, это стадионы и другие спортивные сооружения. Поэтому надо было подготовить архитекторов, молодых, против всего, для участия в этой программе. К нам приехала Екатерина Чугунова, и мы разработали программу, участие в таких воркшопах международных, чтобы подготовиться для этого события, это очень большое событие международное. Я думаю, что молодые включатся активно в работе этих семинаров, этих воркшопов, и под конец, конечно, это даст большие результаты. В следующем году, в 2018 год, будет Ассамблея Международной Академии Архитектуры, и будет проводиться трионарий, выставка проектов международных участников. Я думаю, что результаты этих воркшопов, которые будут проводиться в этой программе, они будут интересны, и, конечно, мы будем ждать, что они будут выставлены на выставках Международной Академии Архитектуры. А после этого, конечно, мы пригласим и некоторых из авторов приехать на эту ассамблею, посмотреть выставки и посмотреть Волгарию. Только что вышла книга о моем творчестве. Это шестая книга, которая выходит из печати. В ней отвержены все этапы моей творческой жизни. Ну, в двух словах, это, значит, время, которое начинается с моего окончания Московского архитектурного института и дальше работа по местным зданиям, по курортам Черного моря и так далее. Но не буду говорить о том, что был мером города Софии, был министром устройства Болгарии. После меня избрали в Международный Союз Архитекторов президентом. И там же я решил, что Международный Союз – это важно, но не так важно, потому что там в основном члены являются Союзы Архитекторов, то есть это не творческая жизнь. Поэтому я решил, что надо сделать что-то другое и придумал. Создать Международную Академию Архитектуры, в которой 83 академиков и столько же профессоров выбрано. Так что всё это уже работает активно, всё это отражено в этой технике. Субтитры подогнал «Симон»!